Дорогие друзья и уважаемые братья и сестры! Мы сегодня вспоминаем страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа. Братья читали из Ветхого Завета книги пророка Наума и книги пророка Исаия. Брат читал из Нового Завета, из послания апостола Павла I Коринфяна. И все это объединяется в одном в Иисусе Христе. Ветхий Завет подготавливал израильский народ для встречи Мессии. И рассказывает о тех событиях, то есть, что будет происходить с нашим Господом Иисусом Христом. И мы, читая Новый Завет, уже видим о том страдании и смерти, которые перенес наш Господь, чтобы спасти каждого из нас. Я в продолжении нашего служения еще прочитаю одно место Священного Писания. Вернее, брат уже читал, но брат читал 23 стиха. Мы прочитаем 17-го. Это 1 Коринфянам, 11 глава. Будем читать 17-го стиха. «Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираюсь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю, ибо надлежало быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит кушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковью Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и возблагодарил, преломил и сказал, примите, ешьте, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Также и чашу после вечерей сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». До этого места. Знаете, дорогие друзья, если прочитать с 17 стиха и до конца, до 34, то здесь можно разделить на три части. В первой части апостол Павел говорит о том, чего не должно быть в церкви. В второй части направляет на то истину, что должна, как совершалась вечеря Господня. И третья часть – это подготовка каждого брата, каждой сестры к вечере Господней. Вот мы прочитали эти слова, но предлагаясь, я не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Удивительные слова, дорогие друзья. Обратите внимание на то, что они собирались не на лучшее, а на худшее. Знаете, церковь Божия собиралась для того, чтобы совершить вечерю Господню. И как здесь написано в 34 стихе – собираться вам не на осуждение. Это говорит о том, что церковь Божия осуждалась. Осуждалась за то поведение, которое было, вот те проблемы, которые были в коринфянской церкви. Апостол Павел нацеливает и говорит, что вы неправильно делаете. Вы собираетесь не на лучшее. И, казалось бы, каждый раз, собираясь в Доме Господне, церковь должна духовно возрастать, должна приближаться к Господу, прославляя имя Его. А он говорит о том, что вы собираетесь на худшее. То есть, вместо того, чтобы церковь становилась лучше, она становилась хуже. И далее он говорит, во-первых, слышу, что вы собираете церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслие между вами, дабы открылись между вами искусные. Здесь апостол Павел говорит о разделении. О разделении и говорит о том, что о разномыслии, что вот должны открыться между вами искусные. Знаете, вот слово искусные толкуется по-разному, но большинство говорят, это те, которые не участвуют в разделениях, не участвуют в спорах, не участвуют в тех событиях, которые происходили в церковь. А церковь разделялась. Мы, когда читаем Слово Божие, мы видим, что одни говорили, что они Павловы, другие, Аполосовы, третьи говорили о том, что они Петра. И каждый превозносился, и каждый говорил, что вот он лучше и больше знает, что вот он все это принял от того, от другого, от третьего. Апостол Павел говорит, но были между ними и те, которые не участвовали. Не участвовали, которые были духовные, духовно зрелые. То есть они понимали, что в этих спорах не рождалась истина, и они не участвовали в этих спорах. Вот здесь многие, вот знаете, когда люди читают это место Священное Писание, они считают, что при разделении появляются те люди, которые больше знают, которые лучше понимают. Но когда мы читаем Слово Божие, то как раз это говорит об обратном. Те, которые стремятся разделить. Ведь и сегодня есть в церквях, и вот то, что описывает здесь Павел, может быть присутствовать или полностью, или какими-то частями. Ведь и сегодня люди, и в том числе верующие, делятся на какие-то партии. И эти партии разделяются, и делят людей, что вот мы принадлежим тем, мы принадлежим, мы болеем за того или за другого. А этого не должно происходить, не должно происходить деление в церкви. Потому что вот апостол Петр в своем послании в третьей главе пишет такие слова. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смирномудренны. И не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». И здесь вот апостол Петр говорит о том, что единомысленны должны быть. И поэтому, когда пишет, он говорит о том, что вы собираетесь на осуждение. На осуждение Божье они собираются, потому что Господь не потерпит такого отношения друг к другу. И мы, читая ниже, видим, что вот написано, Павел пишет, «Ебо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю». И здесь апостол Павел указывает на то, что собираясь в церковь, как написано, ждали друг друга. «И есть дома у вас, в которых нужно было пить и есть, а приходить на вечерю Господню». Ведь многие приходили, как написано, ели, унижая других братьев и сестер. Другие превозносились друг перед другом. Одни были богатые, имели много, имели что-то. Другие не имели ничего. И вот этих, которые имели, они унижали. Унижали братьев и сестер. Разве должно быть такое в церкви? Не должно было быть. Поэтому апостол Павел, когда писал, наставляя эту церковь, он обличал их в тех поступках, которые были в этой церкви. Как мы читали, и Петр говорит, что должны единомы... То есть служить друг другу с любовью, как Бог возлюбил каждого из нас и привел к себе. И вот апостол Павел пишет и говорит дальше, что он от самого Господа принял то, что и передал, что и вам передал. Апостол Павел был в этой церкви, в которой он пишет послание, был просвитером. И вот эти слова, которые говорит, что вам передал. И вот этим посланием, которое он пишет, он напоминает им, я вам передал. И теперь я вам еще напоминаю, как вы должны совершать вечерю. И здесь он написывает, что он от самого Господа. Знаете, я, честно говоря, не знаю, но по всей видимости, это послание к 1 Коринфянам, оно было одно из первых посланий, новозаветных посланий. Потому что апостол Павел здесь не ссылается ни на одно Евангелие, в котором бы указывалось, у которых указывается и говорится о вечере Господней. Он здесь говорит о том, что он от самого Господа принял то, что и передал. Что Господь ту ночь, то есть ту ночь, в которой он предан был, он собрал своих учеников и совершил им с ними вечерю Господней. И здесь он говорит, и возблагодарил, проломил, и сказал, примите, ешьте сие есть тело мое, за вас ломимое. Эти слова, за вас ломимое, оно относится ко всем здесь сидящим и ко мне, то есть ко всем нам и всем тем людям, которые ходят по земле, но еще не знают Господа. Может быть, и относятся тем, которые ищут Господа Иисуса Христа, которые хотят иметь спасение. Ведь без примирения с Господом, без покаяния не имеет человек спасения. Человек должен признать Господа своим спасителем, и тогда Господь простит грехи его, и он может быть спасен по Слову Господню. Ведь мы спасаемся по благодати. Господь умер за всех живущих на земле. И эти слова, за вас, они напоминают нам, что за каждого из нас Господь, вот тело Господне было ломимо, и те страдания и смерть он перенес для того, чтобы спасти каждого из нас. Так же и чашу после вечеря и сказал, «Сия чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Сегодня мы вспоминаем, вот знаете, мы можем, ну, люди могут сказать, что они вспоминают или поминают вот Иисуса Христа. Нет, мы вспоминаем. Мы вспоминаем те страдания и муки, которые Господь перенес за каждого из нас. Мы вспоминаем, что кровь он пролил, и этой кровью омывает и очищает нас, потому что Господь все сделал для того, чтобы спасти нас для жизни вечной. И мы, собираясь в Доме Господнем, воздаем хвалу и благодарение Ему за Его любовь, за все благодати, которые Он для нас дает. И читая эти места Священного Писания, мы должны помнить о том, что нет другого имени под небом, которым спасается человек. И третья часть этого – говорить о том, что как должен подготавливать себя человек. Подготавливать для вечери Господню. И мы знаем, у нас проходит и вот по средам молитвенное служение, мы постимся, мы просим Господа, просим Господа о том, что мы вольно или невольно где-то согрешаем. Мы просим прощения у нашего Господа, примиряясь с Ним, чтобы принять эту вечерю, эту святыню для каждого из нас. Ведь мы с трепетом должны подходить к этому, потому что те знаки, которые мы принимаем, они напоминают не просто, вернее, не просто мы едим хлеб и пьем вино, а напоминают нам тело, которое было, тело, которое страдало за грехи наши. Господь Сам вознес грехи, чтобы спасти нас. И поэтому мы будем благодарить нашего Господа за те наставления, через которые Он учит нас, как совершать вечерю Господню, как готовиться к ней, потому что написано, да испытывает себя человек. То есть человек должен испытать себя, проверить жизнь свою, чтобы достойно принять участие в вечере Господней, чтобы не осуждение было, а дала слава Господня. Давайте помолимся, поблагодарим нашего Господа. Аминь.